Привет из Канады! Меня зовут Павленко Алексей. 1 апреля у себя на сайте мы выпустили новость об изменении подсчета баллов для миграции в Канаду. Так как в Канаде большая украинская диаспора, мы написали о том, что украинцам даются огромное количество дополнительных баллов. Конечно, это была неправда. Часть народа поверила в это, а часть стала обвинять меня в том, что этим не шутят. В Канаде два официальных языка и кандидаты с равным знанием английского и французского языка получали одинаковое количество баллов. Начиная с 6 июня 2017 года кандидаты с французским будут получать больше баллов. А если они будут знать и французский и английский на хорошем уровне, то они будут получать аж 30 дополнительных баллов. Это очень много. Следующее изменение касается родственников в Канаде. Если у вас есть в Канаде сестра, родная или брат, то вы сможете получить 15 дополнительных баллов. Это тоже очень неплохо. Вот, например, я. У меня есть родная сестра, и если она захочет переехать в Канаду, то она получит дополнительные баллы. Это очень неплохо. Следующее изменение касается джоббэнка. Раньше после создания профиля в экспресс-энтри необходимо было создать аккаунт и в джоббэнке. Но время показало, что очень малое количество людей находит работу благодаря джоббэнку, и сейчас там регистрироваться не нужно. Все последние изменения в экспресс-энтри очень позитивны, ведь теперь будут даваться не только дополнительные баллы. Сам проходной балл в этом году постоянно уменьшается, что дает возможность все большему количеству людей переехать в Канаду. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте и до встречи в Канаде!